Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре черепашки Ниндзи Легенды. Играем мы сегодня со стаями от подписчиков и первым написал и оставил свой состав подписчик с ником Ваня Селезнём. Он попросил, чтобы я взял Эйпр, Шреддера и Рокзара. Что с удовольствием иду вам навстречу. Давайте-ка возьмём этот состав. Да, друзья, относительно прокачки в процессе игры будем прокачивать героев. Ну а сейчас давайте-ка я поищу Эйприл Анил. Где-то здесь она должна быть, Рокзара и Шреддера. Вот Эйприл, вот вижу Супер Шреддера, где-то вижу классического Шреддера, но мне нужен Шреддер из мультика. А с Рокзаром вообще очень просто, он находится в начале списка. Да, вот такой вот состав от Вани Селезнёва. Итак, давайте-ка посмотрим, насколько это будет хороша команда. Как видите, всего из троих героев, но они довольно-таки интересные, крутые, поэтому я не думаю, что у нас будут проблемы. Итак, в начале боя Шреддер пытается справиться с Рафом. Вот, классическим. Надо выбивать его в первую очередь, потому что он является довольно-таки сильным лекарем. Как видите, Раф выживает, но ненадолго. Рокзар ударом когтей сверху добивает противника. Отлично. Эйприл тем временем пытается справиться с Карай, вот атакуя её при помощи телекинеза, но Карай выживает и свою очередь атакует Шреддера. Кстати, Шреддеру довольно-таки здорово досталось. Вот, тем временем Микки оригинальный прокачивает иммунитет, а кролики трансформируются в плазменную установку и атакуют наш отряд. Ого, итак, досталось и Рокзару, и Шреддеру, но урон минимален. Вот, кроме того, враги ещё качают точность, ну а мне надо сейчас срочно переходить в контратаку. Вот, хотя в начале пусть Шреддер подлечит наш отряд, для этого он использует особую технику. Вот, а Рокзар уже попытается справиться с Карай. Метнув свои когти, он добивает противника, а я пытаюсь при помощи Эйприл справиться с кроликами. Вот, метая веер, она снимает часть здоровья, кролики выживают, и уже вражеский отряд пошёл в контратаку. Причём, кролики трансформируются в огромного робота и наносят сокрушительный удар. Итак, кролики трансформеры атакуют. Вот, жизнь Эйприл и Рокзара проседает. Шреддер неплохо держит удар. Вот, Микки в видении атакует, а вот Шреддер, в свою очередь, призывает Мить, сам идёт в бой и наносит колоссальный урон, выбивая кроликов. Рокзар вызывает огонь на себя, привлекая внимание врагов. Вовремя он это сделал. Итак, Микки оригинальный бьёт Рокзара. Вот, Эйприл оказывается в стороне, и у нас есть возможность подлечить и усилить наш отряд. Вот, для этого Эйприл использовала черепофон, ну а оставшихся врагов, я думаю, мы разметаем без проблем. Да, вот Шреддер добивает Микки, а Рокзар пытается справиться с Микки в видении. Вот, он выживает, но ненадолго. Ударом ноги, Эйприл отправляет его в нокаут, и это победа. Что ж, здорово. Итак, друзья, идём с вами дальше, и следующая команда от подписчика с ником ВЛЕКР. Вот, нечитабельный ник, просто пять букв, ВЛЕКР. Ну что ж, давай, дружище, я возьму твой состав. Итак, все донни, пожалуйста. Ну, все донни не получится, так как у нашей команде, кто смотрит, вот, цикл видео Черепашки Индии Легенды, семь команд Черепашек Ниндзя, то есть, а в ячейке только пять. То есть, давайте-ка я возьму пока пять команд Донателла, там посмотрим. Итак, донни мультик, донни видения. Вот, буду брать подряд тех Донателл, которые попадутся. Донни оригинальный, донни ролевик. Ну и сейчас посмотрим, какой ещё донни у нас попадётся по очереди. Итак, донни, донни, донни. Вот, донни космический, ну, как-то так. Что ж, команда из пяти Донателл, двое ещё не хватило. Вот, кстати, друзья, я смотрю, каких донни не попал. Не попал донни классический, донни из фильма. Вот, тем временем, враг Хан наносит на наш отряд негативный эффект, уменьшает защиту. Вот, ну, а я пытаюсь запинать морозную кошку. Для этого донни оригинальный в прыжке бьёт своим бо. Очень мощная и сильная атака. Морозная кошка оглушена, и её надо добивать. Хотя нет, друзья, я не буду рисковать. Пусть донни ролевик прокачает дополнительную защиту, плюс броня. Вот, а теперь попробуем поджарить морозную кошку. Для этого донни космический использует плазменный луч, вот, вмонтированный в его скафандр. Вот, какое-то плазменное оружие. Здорово. Ну что ж, с этим врагом мы неплохо справились. А теперь интересный момент. Донни из мультика против своего клона Донни из мультика. Пытается подорвать. Как видите, тот выживает. Но ненадолго сейчас Донни видения нам поможет, забросав его каменной глыбой. Отлично. Тем временем враг не сдаётся, пытается как-то контратаковать. Вот, причём Бибаб классический, использует гранатомёт. А Хан бьёт по язвимым точкам. Итак, сбивает броню наших героев. В свою очередь, вот, Донни оригинальный выбивает уголок из экрана, метает и поражает, снимает половину здоровья Хана. Кроме того, приходит время Донни ролевого и моей любимой атаки. Он забрасывает врагов огненными шарами, причём ещё налаживает негативный эффект, постепенное уменьшение здоровья. И нам осталось только добить врагов. Для этого Донни космически сбрасывает на их голову огромный метеор. Взрыв и враг выживает. Как они могли выжить, я не знаю. Но надеюсь, что Донни из мультика сейчас забросает их сюрикенами и это принесёт победу. Да, у нас всё получилось. Просто супер. Ну что ж, хорошая победа, хороший бой и мы идём с вами дальше. Итак, следующий состав у нас Осипович Евгений. Итак, вот попросил подписчик, чтобы я взял команду Микеланджело. Что ж, прикольно, друзья. Вот была команда Донателл, а сейчас у нас команда Микеланджело. Что ж, мне кажется, это будет прикольно, здорово. Давайте-ка попробуем взять. Итак, Микки Ведение. Вот сейчас я буду как-то пробовать его набирать. Микки из мультика. Вот Микки Ролевик. Вот Микеланджело оригинальный и Микеланджело космический. Ну, вот такая вот интересная команда. Итак, здорово у нас получилась команда Донателл, а вот команда Микеланджело. Опять же, только пять взял я подряд, как видите, для двоих не хватило места. Что ж, в начале боя Микеланджело из мультика, благодаря особой способности своего танца, прокачивает уклонение, и теперь вражеские удары будут проходить мимо. Кроме того, мне надо запинать вражеского лекаря в первую очередь, которым им является вот Раф Классический. Для этого Микки Космический бьёт его своими лазерными танфу. И что же? И да, с первого удара выбивает противника. Дальше мы попробуем запинать Микеланджело классического. Для этого оригинальный Микки бьёт его собрата. Ну, как видите, тот выживает. Вот, ну а я призываю кольцо удачи. Вот, активирую кольцо удачи и призываю удачи от Микеланджело ролевого. Вот, итак, попытаемся всё-таки добить классического Микки, и поэтому Микки Ведения бьёт его своими вот серпами. Пошла ответка. Классический Лео рубит катанами. Вражеский сплинтер медитирует на шесте, усиливая свой состав. А что же Рокстаде? Он метает каменный глыбу, пытается расплющить Микки. Как видите, тот выживает и в свою очередь поедает пиццу с кетчупом, восстанавливая силы и здоровье нашего отряда. Вот, просто великолепно. Ну, а сейчас давайте-ка используем массовую атаку. Для этого Микеланджело космический бросает коробку с чипсами Криса Брэдварда, стреляет по ней из плазменной пушки. Вот, наносит колоссальный урон. Вот, тем не менее, вот, враги выживают. Ну, я думаю, друзья, не помешает ещё использовать бомбу. Ну, а на сей раз от Микеланджело оригинального. Бросок-взрыв, и я в шоке. Они опять выживают. Вражеский отряд выживает. Ну, что ж, ничего страшного. Ещё одна массовая атака на сей раз от Микки Ролевика. И он при помощи Вантуза выбивает Лео со сплинтером. Выживает. Рокстаде, но у него нет шанса, так как Микки Ведения бросает ей джолудь, и голодные белки просто затаптывают беднягу Рокстаги. Да, это было круто, прикольно, забавно. Идеальная победа, идеальный бой, и мы идём с вами дальше. Итак, продвигаемся по турнирной лестнице, и я беру следующую команду от наших подписчиков. И да, вот, друзья, подписчик с ником ВЛЕКР попросил, чтобы я прокачал до неведения. Но я сейчас посмотрю, что я могу здесь делать, друзья. Итак, ничего я здесь не могу сделать. Смотрите, он у меня, вот, первая способность на максимуме, а для второй, третьей, четвёртой и пятой у меня не хватает особых платиновых ингредиентов, которых я могу добыть только в испытаниях. Ну что ж, что мог сделал, давайте-ка, друзья, отправимся с вами дальше на турнир, и возьмём следующую команду, вот, и посмотрим, что из этого получится. Итак, Чингис Биша Дайл попросил, чтобы я взял Криса, Астрозуба, Рокзарах, Севера, Сабли Зуба. Ага, прикольно. Ну, давайте-ка попробуем. Крис Брэдфорд, как я понимаю, вот, Ксевер Монтес, по-моему, да. Вот, итак, друзья, кто смотрел мультик, это ипостасии, вот, Криса Брэдфорда и Севера Монтеса. По мультику, вот, на, когда они сражались против черепашек, они проиграли и, вот, подставились под мутаген, и Ксевер Монтес превратился в Сабли Зуба, а Крис Брэдфорд в Астрозуба. А потом ещё и на Астрозуба попал мутаген, и он превратился в Рокзара. Итак, два героя с разными мутировавшими ипостасями, и сейчас вы увидите их всех в одной команде, в одной битве. Что ж, продолжаем битву, и давайте-ка, друзья, я попробую запинать классического Рафа. Нельзя позволять этому, вот, вражеской черепашке лечить и усиливать вражеский состав. Вот, он выживает, но ненадолго. Ударом к когтей Рокзара добивает противника. Отлично. Тем временем, Карай, используя ядовитый порошок, пыталась отравить Сабли Зуба, не получилось. Ну, а Крис Брэдфорд, тем временем, благодаря, вот, особой технике, выпивая газировку, прокачивает дополнительную защиту. Вот, а вот Север Монтес, наоборот, налаживает на врагов негативный эффект, благодаря своему танцу Капуэра, и у врагов уменьшается защита. Астрозуб, тем временем, лает на врагов, отвлекая внимание на себя и вынуждая атаковать только его. Вот, ну, как видите, он неплохо держит удары. Вот, сейчас еще удар из-под земли Рафа оригинального, и, как видите, урон практически не проходит. Вот, в свою очередь, благодаря Крису Брэдфорду, я прокачиваю дополнительную атаку. Вот, разбивая доску, он налаживает на наш отряд этот положительный баф, ну и сейчас попробуем запинать Бибопа. Для этого Саблезуб бьет очень мощным ударом ног, но, опять же, Бибоп выживает. Что ж, надеюсь, что Рокзар с ним справится. Есть. Бибоп классический выбит. Вот, враги пытаются как-то контратаковать, но я думаю, это им не поможет. Так, ударом Саблезуб снимает часть жизни из классического Микки. Вот, попытаемся его сразу же запинать. Крис Брэдфор, Ксевермонтес, прошу прощения, бьет и добивает его ударом ног. Ну, а сейчас давайте-ка попробуем справиться с оригинальным Рафом. И Острозуб в прыжке бьет рукой, но удар проходит мимо. Ага, друзья, у него был, у Рафа оригинального было прокачано уклонение. Я что-то не заметил этого бафа, поэтому давайте-ка сейчас попытаемся атаковать Карай. Для этого Ксевермонтес наносит очень мощные удары ножей, а Крис Брэдфорд выбивает ударом ноги Карай. Супер! Итак, остался только оригинальный Раф, и его пытается расплющить ударом хвоста Саблезуб. Не получилось. Вот, Рахзар вызывает огонь на себя, воя на луну, а Астрозуб атакует ударом плеча, и это победа. Что ж, здорово, очень классно сыграла команда Чингиз Бешадаева. Благодарю за этот состав, и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, идем с вами дальше, и берем следующую команду от наших подписчиков. И это Рафаэль Айвазян. Итак, Рафаэль попросил, чтобы я взял команду Раф Ведения, Шенигами, Микеланджело Космос, Супершедер и Карай. Без проблем, дружище. Давай-ка выберем врага посильнее и попробуем взять твой состав. Ну, пусть будет вот этот последний. Итак, мне нужен Раф Ведения. Кстати, один из лучших героев. Тоже его очень люблю. Шенигами. Да, друзья, кстати, относительно Шенигами. Некоторые подписчики пишут, что это Сенигами. Некоторые Шенигами. Очень интересный вопрос. Вот, жду от вас отзывов в комментариях, как же правильно зовут эту девочку. Итак, Микеланджело Космический. Микеланджело из космоса. Где же ты, дружище? Ты нам нужен. По-моему, в игре с Сенигами, а мультик был о Шенигами. Но, опять же, я не уверен. Так, где-то я потерял Микеланджело Космического. Давайте-ка еще раз обратим внимание. Вот, по-моему, он сегодня играл. Да, он сегодня играл. Итак, удалось его восстановить. Осталось только найти Супер Шреддера и Карай. Карай, насколько я помню, в начале списка. А вот Супер Шреддер где-то посередине. Где-то в этой районе он должен быть. Ну вот, супер. Итак, Супер Шреддер найден. И мы идем с отрядом Рафаэля Айвазиана в атаку. Итак, давайте-ка посмотрим, что я могу здесь сделать. Я могу первым делом, конечно же, попытаться запинать Микеланджело из фильма. Для этого Микки Космический забрасывает его Космическим Маффином. Вот, и этот кексик должен здорово подгрызть Космический Микки из фильма. Как видите, он выжил, но ненадолго. Вот, ударом по язвимым точкам Карай бьет клопьем и добивает противника. Отлично. Вот, Синегами тем временем призывает демона Они из японской мифологии. И пытается уничтожить Рокстаги. Рокстаги. Мощная атака, но Рокстаги выживает. Что ж, не будем рисковать. И Супер Шреддер, активируя мутировавшее сердце, усиливает наш отряд дополнительной защитой и исцелением на три хода. Супер. Ну что ж, пытаемся добивать Рокстаги. Пока он не использовал огнемет. И так, огненной мощной струей Рафиде не добивает противника. Тем не менее, враг не сдается и Сплинтер наносит удар тайной катаной. Ранил Синегами. Вот, Слэш тоже пинает эту девочку. А что же Донни? А Донни прокачивает уклонение. Это уже не здорово. А теперь наши удары будут проходить мимо. Тем не менее, надеюсь, что удар лазерным Тонфуд все-таки достигнет цели. Итак, Микки наносит очень мощный и сильный удар. И выбивает Слэша. Что ж, это было круто-здорово. А дальше я подключаю Карай, который забрасывает врагов своими кунаи. Ну что ж, неплохо. Тем не менее, как видите, враги выживают. Надеюсь, что Синегами справится с Донни из фильма. Она, превратившись в стаю летучика, в мышей. Она поражает врага. И у нас остался только Сплинтер. Ну что ж, эпическое сражение Супер Шреддер против Сплинтера. И Супер Шреддер вонзая костяные кунаи в землю, шипами из-под земли. Вот пытался нанести урон, но удар прошел мимо. Что ж, тогда я подключаю Рафа в ведении с его особой атакой, огненным торнадо. И он проходит тоже мимо. Ему не удалось достать Сплинтера. Ну, возможно, Микки справится. Итак, используя атаку с чипсами Криса Брэдфорда, по которым он стреляет из своего лазерного пистолета, он добивает Сплинтера, и это приносит нам победу. Что ж, это было круто, прикольно, забавно. И мы идем с вами дальше. Итак, продвигаемся все выше по турнирной лестнице и берем следующую команду от наших подписчиков. Итак, следующая команда от подписчика Саня1234. Итак, Саня попросил состав Супер Шреддер, Змея Карай, Карай Леонардо Шреддер. Передай привет Саню Соловьеву из Костромы. Самый большущий черепаший привет Саня Соловьеву из Костромы и всем нашим подписчикам и зрителям. Что ж, здорово, ну и сейчас давайте-ка я возьму состав Сани, Саши. Итак, давайте-ка я поищу вначале Супер Шреддера, а потом уже и оставшихся героев. Вот, будем стараться собрать состав так, как написал подписчик. Итак, начинаем. Супер Шреддер, Змея Карай, обычная Карай. Вот, Леонардо и Шреддер. Причем, друзья, мне кажется, что Леонардо сегодня еще не участвовал. Да, смотрите, он не участвовал, а вот Шреддера придется восстанавливать. Шреддер из мультика сегодня уже поучаствовал. Тем не менее, я без проблем его нахожу и мы идем с вами в бой. Итак, интересный состав, интересная команда. Ну и сейчас посмотрим, как мы справимся в этой битве. Причем, первым делом попытаемся справиться с Карай, с Эйприл, прошу прощения. Итак, Карай пытается отравить Эйприл и как-то это получилось слабенько. Кстати, обратите внимание, у врага тоже есть Карай. Вот, ну а сейчас ядовитый укус Змеи, Карай, надеюсь, справится с Эйприл. Вот, удалось оглушить вражеского лекаря, но опять же выживает. Что ж, нужен третий добивающий удар и хотя бы Шреддер, думаю, должен справиться. Мощная атака, да. Вражеского лекаря удалось нам победить. Мне кажется, друзья, нет смысла уже прокачивать дополнительную защиту, так как мы с лекарем справились и попытаемся выбить классического Микки. Для этого Супер Шреддер метает свои костяные кунаи. Мощная и сильная атака. Микки выживает, но здоровье уже у него в красной зоне. Кроме того, Супер Шреддеру удалось навешать негативный эффект, уменьшение защиты. Тем не менее, враги атакуют и классический Микки еще, кроме того, прокачивает атаку. Что не здорово. Но, тем не менее, надеюсь, Лео сейчас его добьет. Удар катан с разворота и удар проходит мимо. Удар проходит мимо. У классического Микки было прокачено уклонение. Вот вражеский Мандагека тем временем играет на гитаре, прокачивает скорость. А Слэш пытается нанести повреждения массовой атакой, вращением, как волчок. Ох, я в шоке. И Карай забрасывает нас с кунаей. И я в шоке. Смотрите, друзья, сколько врагам удалось снять жизни с нашего отряда. Но здорово, что у нас есть Лео. Вот, благодаря медитации он восстанавливает силы и здоровье нашего отряда. Вот, и я сейчас буду мстить. Причем жестко. Вот, ультразвуком Змея Карай выбивает классического Микки. Шреддер призывает нить, идет в атаку. На нас вся колоссальный урон. Ну, а оставшихся врагов мы добиваем суперударом Супершреддера. Вот так, да. Ну что ж, круто. Хорошая победа, хорошая команда. Благодарю подписчика за этот состав. И мы идем с вами дальше. Итак, все выше продвигаемся по турнирной лестнице. И беру состав от подписчика с ником Аластор. Итак, Аластор попросил, чтобы я взял команду Микки Мультик, Шреддер Мультик, Сплинтер, Раф Мультик, Раф Ведения. Без проблем, дружище. Ну, попробуем как-то собрать твой состав. Вот, Микки Мультик. Вот он сегодня участвовал, но я думаю, ничего страшного, если мы его еще возьмем. Шреддер Мультяшный. Кстати, сегодня что-то его очень часто заказывали. Не всегда так получается, но сегодня вот такая серия. Итак, Сплинтер. Сплинтер у нас в самом начале. Сегодня еще его вообще никто не заказывал. Итак, мне нужен Раф Мультяшный. Кстати, сегодня он тоже еще не играл. А вот Рафа Ведения сейчас мы восстановим и пойдем с вами в битву. Супер, ну что ж, вперед. Итак, напоминаю, состав от подписчика Алла Стор. Итак, давайте-ка посмотрю, что я могу сделать. Вот, я могу попытаться запинать вражеского Микеланджело из мультика. Но было бы здорово прокачать уклонение. Давайте-ка я не буду пока прокачивать уклонение, не лечить, а попросту атакую вражеского Микки, потому что он тоже может прокачать уклонение. Итак, битва Микеланджело. Наш Микки оглушает вражеского, снимает часть здоровья, но это оказалось слабовато. Вот, одна надежда на Шреддера. И он наносит очень мощный удар сверху. И сумеет ли добить? Да. Вот, выбиваем вражеского Микки, а дальше я уже подключаю сплинтера с его ударом Тайной Катаны. Итак, он рубит Рокс, и я в шоке. С первого удара уничтожает противника. Вот, кроме того, подключаю Рафа. Он наносит урон огненным рощерком, причем налаживает негативный эффект. Дебаф, уменьшение, посепенно уменьшение здоровья. Отлично. Вот, Раф тем временем наносит ударом Саи с разворота. Вот, интересно, добьет ли он Донни из мультика. Есть. Получилось. Вот, тем не менее, враг не сдается. Вот, вражеский Рафидине тоже пытался поджарить наш отряд огненным рощерком, но сплинтер его добил ударом в уязвимую точку. Вот. Враг не сдается. Донни из мультика, из фильма пытался накрыть нас ядовитым облаком из дрона. Это у него получилось, но контратака сплинтера приносит нам победу. Супер. Ну что ж, хороший бой, хорошая победа. И мы берем следующую команду от наших подписчиков. И это Денис Мамаян. Денис попросил, чтобы я взял команду здоровяки. Вот так он ее назвал. Вот к здоровякам он причисляет состав. Слэш, Армагон, Бакстер, Стокман, Рокстеди и Кожеголов. Что ж, давайте-ка попробуем собрать этот состав. Причем, друзья, я постараюсь собрать так, как написал подписчик. Итак, мне нужен слэш. Где-то в этом районе он должен быть. Отлично. Армагон. Армагон, насколько я помню, друзья, находится у меня в начале списка. Вот, отлично. Бакстер, Стокман. Чудесно. Рокстеди и Кожеголов. Итак, Рокстеди. Непонятно, какой Рокстеди. Поэтому, друзья, я буду брать Рокстеди из мультика. Вот, плюс Кожеголов. И команда будет сформирована. Рокстеди, Рокстеди. Где ты? Ты нам очень нужен. Да, есть. Итак, здорово. Команда сформирована. И мы идем с вами в мощную атаку. Вот, попытаемся сейчас добить врагом. Причем, друзья, я думаю, это будет сегодня уже последний состав. Ну, а пока давайте-ка попробуем выбить. Итак, мне надо выбивать врага посильнее, либо вражеского лекаря. Вот, наверное, все-таки я попробую справиться с Морозной Кошкой. Для этого Армагон стремится в мощнейшую атаку. Грызет. И пытается выбить вражеского лекаря. И это у него неплохо удается. Отлично. Дальше попытаемся добить врага по семье, которым является Стиранка. Слэш напрыгивает. Давит, но Стиранка выживает. Вот, в свою очередь, кролики атакуют. Достается Рокстеди из мультика. Ну, а наш Кожеголов тем временем все-таки пытается запинать Стиранка. Для этого он хватает Стиранка как дубину, наносит серию ударов и поражает врага. Просто супер. Ну что ж, друзья, пришло время супер-атаки от Бакстера Сокмана. И он выпускает взрывных маусеров, которые подрывают и наносят просто колоссальный урон вражескому отряду. Тем не менее, Крис Брэдфорд не сдается, прокачивает дополнительную защиту, но это уже им не поможет. Итак, Рокстеди пытается забодать Криса Брэдфорда. Вот, очень здорово это у него получается. Вот, пытается что-то еще сделать Донни, но у него нет ни единого шанса, так как Армагон сбрасывает на их головы огромный метеор, просто расплющивая и уничтожая врагов. Супер. Ну что ж, друзья, это победа. Это победа, хороший бой, хороший результат, и мы прорываемся все выше по турнирной лестнице. Вот, просто замечательно. Итак, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. И не забудьте, конечно же, о своих составах. На этом я прощаюсь сегодня. Всем пока-пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok